Взыскание неустойки с ЖСК Сегодня я решил рассказать о взыскании неустойки с жилищно-строительных кооперативов, так как популярность этой темы растет. В нашей стране исторически сложилось так, что ЖСК стали реальным способом получения жилья гражданами в обозримые сроки. Именно они, на мой взгляд, стали причиной появления собственности у граждан СССР. Эту тему мы описывали ранее в публикации «Государственная жилищная политика». Если для вновь появившихся в форум объединения граждан были написаны специальные законы, то ЖСК остались слабо урегулированным законодателем. Это и является причиной, по которой застройщики, нежелающие или не способные строить дома по 214 ФЗ, так любят создавать ЖСК. В настоящее время термин ЖСК содержится в статье 110 ЖК. В статье дается следующее определение. Жилищным или жилищно-строительным кооперативам признается добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также управления многоквартирным домом. В своей деятельности ЖСК руководствуется ЖК, Уставом, положениями, утвержденными ЖСК и решениями органов управления ЖСК. Органами управления ЖСК, согласно статье 115 ЖК, являются Общее собрание членов ЖСК, конференция, если число участников Общего собрания ЖСК более 50, и это предусмотрено Уставом ЖСК, правление ЖСК и председатель правления ЖСК. Высшим органом управления в ЖСК является именно Общее собрание членов такого ЖСК, то есть самих граждан и юридических лиц. Вступая в ЖСК, человек становится не потребителем, покупателем или заказчиком, а участником, членом объединения, которое действует в интересах каждого его участника и в соответствии с волей таких участников. Практика показала, что некоторые ЖСК оформляют доверенности от своих членов с правом голосовать на собраниях от их имени. Выдавая такие доверенности, граждане передают в руки определенной группы лиц права на управление ЖСК. Дальше вопрос управления ЖСК решается без их участия. Учитывая то, что Устав кооператива и иные положения ЖСК были написаны без участия пайщиков при создании ЖСК, отступающего пайщика требуется только внести деньги, а остальные вопросы решат за него. Согласно пункту 11 обзора практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости от 4 декабря 2013 года, Если из содержания договора о внесении паевых взносов, а также Устава ЖСК следует, что между жилищным кооперативом и его членом возникли не обязательственные договорные, а корпоративные членские отношения, регулируемые Уставом данной организации, такие отношения не подпадают под действие закона о защите прав потребителей. С законом ОЖСК неустойка не установлена, и если договором с пайщиком такая неустойка тоже не предусмотрена, то отсутствует основания для удовлетворения требований о взыскании неустойки. Учитывая, что на спорные правоотношения положения закона о защите прав потребителей не распространяются, также отсутствует основания для взыскания компенсации морального вреда. Таким образом, для определения возможности взыскания неустойки, нужно изучить Устав и договор о внесении паевых взносов. Если эти документы не содержат ответственности ЖСК перед пайщиком, с учетом отсутствия ответственности в законе, взыскать неустойку не получится. Фактически суд встал на позицию, что если пайщики кооператива не предусмотрели в положении ЖСК неустойку, то они сами этого хотели как высший орган управления ЖСК. Следовательно, пайщик ЖСК может выйти из кооператива или ждать исполнения обязательств перед ним. О том, как выйти из кооператива, мы говорили в нашей публикации «Как выйти из ЖСК». В части 2 ст. 130 ЖК, на мой взгляд, законодатель допустил ошибку, не конкретизировав порядок и сроки выхода из кооператива. Закон говорит о том, что заявление члена ЖК о добровольном выходе из ЖК рассматривается в порядке, предусмотренным Уставом ЖК. Таким образом, Устав может содержать условия о том, что заявление будет рассмотрено в следующем финансовом году. Понимая эти положения, застройщики создают ЖСК и фактически остаются без ответственности за нарушение сроков. Поэтому еще на этапе вступления в ЖСК необходимо проверять документы на наличие положений о неустойке на случай задержки строительства. Правило здесь должно быть простое. Нет неустойки – нет пайщика. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, и тогда все будет хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok